Хомяки. Самая западная деревня Одинцовского района. Дальше уже начинается русский. Осенью 41-го года здесь шли ожесточенные бои. Деревня несколько раз переходила из рук в руки. Оборону на этих рубежах держали бойцы 82-й строковой дивизии, которая формировалась в Перми. Первое участие в боевых действиях принимали в Монголии. Из Монголии их переформировали, опять же в Перми переформировали. И прямо вот в горячее пекло их как бы сюда вот под Москву привезли. И они, что называется, с колес прямо вступили в бои с немцами. Всего только за одну неделю, с 27 октября по 2 ноября, здесь погибли сотни человек. Тела мертвых солдат оставались лежать под снегом до весны 42-го года, когда деревню окончательно освободили от немцев. Очевидцы вспоминали, что поля были буквально усеяны тропами. Местные жители рассказывают, что в могилу перенесли порядка тысячи тел погибших бойцов здесь. Но мы вот нашли где-то 400 на сегодняшний день. Тела свозили в колхозную силосную яму, которую и использовали для захоронения. Так в хомяках появилась братская могила. В 50-е годы здесь установили памятник солдату. Когда он разрушился, могила опустела. В 2011-м жители деревни при помощи кубинской администрации смогли собрать 400 тысяч на новый памятник – Стеллу Вечный Огонь. А 22 июня этого года были установлены каменные плиты с именами погибших и благоустроена территория. Татьяна Денцова рассказала, что открытие в хомяках мемориала после реконструкции – знаковое событие для всего района. Стали известны имена еще сотен героев, отдавших жизнь за нашу Родину. Давайте в год 70-летия Победы, вот почтим минуты молчания, память о наших молодых героях, которые погибли вот здесь, недалеко от Москвы, в этой чудной и красивой месте деревни Хомяки. 2 миллиона 300 тысяч на новый мемориал собрали жители деревни при помощи кубинской администрации и спонсора, который был найден благодаря усилиям главы района Андрея Иванова. Изначально в братской могиле числились 87 красноармейцев, но после анализа архивных данных список расширился до 400 фамилий, 220 погибших, имена которых выбиты на гранитных плитах обновленного памятника и 180 пропавших без вести. На мемориале всегда лежат цветы. Здесь всегда народ, и с дачи приходят, и все приходят, потому что посмотреть, отдать долг тем, которые защищали нашу Родину и погибли за нашу деревню, и которые еще родители не знают, что их здесь дети похоронены, сыновья и братья и мужья, и не знают, что здесь такая красота, и о них помнят. Анатолий признается, что не собирается останавливаться на достигнутом. В его планах установить на мемориале плиты с именами 17 жителей деревни, которые погибли на других фронтах Великой Отечественной. Анна Макарова, Леонид Бурдин, телекомпания Одинцова.